Есть такие предметы, связанные с птицами. Я помню, моя мама как-то сильно волновалась, она пугалась, когда прилетал такой пугач, такая сова, она садилась на трубу и там гудела вечерами. Потом моя мама тревожилась, когда кукушка куковала. И вот мне вспомнился такой этот случай, Лидия, у нее постоянно билась какая-то птица в окно, и как она не чистилась, эта птица не уходила, хотя она не признавалась на тот момент, что она занималась цельнозором. Эта красная птица, которая к ней прилетала, каждый день стучала в окно. Вот вопрос, зачем, и с чем это вообще связано, следует ли обращать на это внимание, и вообще зачем эти птицы, то есть это же, они как-то встраиваются в эту матрицу, то есть мы же друг с другом все связаны, каким образом эти птицы знают, что нужно делать. И еще такой с этим связан интересный случай был, мы делали сеанс, и у женщины проявилась соседка, которая колдовала, и она использовала в своих ритуалах силу, энергию собаки. И мы, естественно, этой ведьме карму вернули обратно за ее воздействие, а бедную собаку просто возле дома нашей клиентки во время сеанса кто-то застрелил. Вот мне интересно, как эти животные влияют. Потом у нас были такие расследования. Кошка была одержима, мы делали несколько сеансов, мы тоже эту кошечку чистили, то есть, как говорится, бедные животные. Давай посмотрим, как это работает. Я посчитаю, от трех до одного ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство, где будешь считывать только истинную информацию. Три, два, один. В эфирное пространство. Да, я только закрыла глаза, как эта красная птица вот так, как клюнула в мою сторону. Что это за красная птица, которая у Лидии была? Да, это ее птица. И сейчас она что-то вот здесь у меня нос. Сейчас я посмотрю. О, там удар был. Этот удар мне было где-то 14 лет, и я ударилась. И у меня такой бугорок здесь появился. И именно на травму эти энергии. Так, а что это за птица? Я вижу, что эта птица, она как искусственная на таких шарнирах. Чья это птица, кто ее хозяин? Я вижу, я сверху вот так смотрю. Это птица вот так, на пружинке на такой. Из головы растет голова, как пучки такие, змеи такие, горгона. Чья это была? Кому принадлежит эта голова? Я Лидию вижу. Она выглядит как считывается пузырь. А вижу, как такая круглая голова, как снеговик. Но голова на таком туловище толстом. И раздута такая вся, считывается пузырь. Виктория, а почему ее птица оказалась в твоем пространстве? Почему ты разрешила ей клюнуть себя? Сейчас я посмотрю. Где зацепка? Зацепка именно, я вижу, это когда я ударилась об эту сковороду. И эта сковорода фигурирует. Мне снился позавчера этот сон и такая сковородочка. То есть, это нужно посмотреть, вероятно, почему я тогда ударилась. Да, давай, отсоединись. Ты ты птица. Так, Виадив, в тот момент, когда ты ударилась, что происходило в эфирном пространстве в это время? Я слышу, что я сама спровоцировала. Почему это вдруг? Почему ты сама спровоцировала? Я вижу, что я мыла полы тогда и так резко встала. Хотела быстрее закончить работу. Слышу на эфирном плане освободиться от упырей. Интересно. От каких упырей ты хотела быстрее освободиться? Вот именно вижу, вот сверху вижу вот эту голову, горгоны. Голову горгоны, которая вот как черные вот эти, ну, лидии фактически, да? То есть, этот считывается как пузырь. Она как раздутый пузырь какой-то. Что это за пузырь? Почему она считывается как пузырь? Нет. Так, сейчас я посмотрю. Я вижу, что в ее пространстве как будто бы кто-то ее колет такими огромными иглами. И как бы накачивает. А, вот оно что. Вижу у нее, типа там, где должна быть талия, там идут как пояс такой, с таких кружков. Считывается оберег, символ цельнозора. Считывается магический круг. Так, так это ее проблемы. Она там магией занимается. Ладно. Спросить, прикажи ей, отвечать, что она делает в пространстве. Она говорит, что она ждет, приказывает отвечать. Она говорит, когда ты посмотришь. То есть, когда она как бы ждет, пока я посмотрю на нее. Я посмотрела, и ее птица клюнула меня, потому что у меня была зацепка. Была зацепка, это предательство себя. Я саму себя предала, позволила себя наказать, ударить. Войди в тот момент, когда ты разрешила себя наказать, и измени это событие наилучшим для себя способом. Так, я вижу, что я посмотрела на ту сковороду, что ручка ее так чугунная. Я ее подвинула в сторону, и я вижу, как эта черная сковорода как провалилась и ушла. И эта черная энергия, которая вот была, как мое решение ударить меня, она вернулась к этой горгоне. И я вышла с этой ситуации, стираю со всех информационных полей, выравниваю мой носик, восстанавливаю обоняние, убираю все эти последствия, восстанавливаю целостность и гармонию моей лимбической системы и всех моих систем, органов. Хорошо. Интересненько. Проверь, уже нет этого события, когда птица ее у тебя клюнула в твоем просмотре? Нет, я вижу, как эта птица клюет лидию. Это же ее птица. Пусть ее и клюет. Я приказываю ей забирать ее птицу. Вот она берет ее же руками. И я вижу, как эта же птица, вот то, что я говорила, на свилогнездо. Да, над дорогой. С тропинкой, да. Я тоже всем этим очищаю все мое личное пространство. Отправляю все на аннигиляцию. Дальше. Все, отсоединяйся. Да, отсоединяйся. Теперь найди в эфирном пространстве тот случай, когда мама твоя пугалась, когда пугач на трубу прилетал. Какое воздействие было от этой птицы? Я вижу, что от этой птицы из сектора интерферентов была подключка. Кто находится в секторе интерферентов? Я приказываю проявиться. Это матрица, вот этот спрут. А я вижу, как мама пугается. А почему мама пугается? Она что-то видит, чувствует? Я слышу, что она подвержена иллюзиям. А каким? А фанатизм? Да, это было в ее жизни. Фанатизма ей хватало. Да. Есть ли какое-то воздействие от этой птицы на тебя? Нет. Так и на нее никогда ничего не было. Нет. Я вижу, что... Я слышу привязка. То есть, когда она пугалась, таким образом она позволяла страхом взять верх над собой. И включалась какое-то безразличие к своей судьбе. То есть, человек... То есть, она переставала как бы управлять своей жизнью в тот момент. И буквально как будто бы считала какие-то события. И ждала уже каких-то проблем. В ее жизни столько проблем было. Откуда ни возьмись, то там, то там. И она из всего делала такие какие-то трагедии. А почему у нее случалось столько много проблем? Это какое-то внешнее воздействие или это ее решение? Я слышу. Это ее жертвячество. То есть, это программы жертвы. То есть, я правильно понимаю, человек сам допускает всякие несчастья в свою жизнь? Да, да. Своим решением. Отсоединись от этого и найди в эфирном пространстве случай, когда мама твоя пугалась, когда кукушка куковала. Да, я вижу. Это было в доме ее матери, моей бабушки. Также еще один случай я вижу. Что во время этих случаев происходило на эфирном пространстве? Было ли какое-то негативное воздействие? Ну, смотри, кукушка себе кует в своем, кукует в своем пространстве, где-то на этих деревьях. Никакого отношения к маме, естественно, она не имеет. Она поет для всех, а вот эта примета на маму влияет негативно. То есть, ее собственные программы, вот подключки к интерферентам, заставляет ее, буквально она вот как бы загибает пальцы, считать свои дни. Она допускает руководство антимира в ее жизни. Таким образом, так и звучит приметы зло. То есть, именно эта примета – это большое зло. Потому что во всем играет роль сознания человека, его решения, его отношения. Оценись от этой ситуации и найти ситуацию, когда к Лидии птица в окно прилетала каждый день. Да, я вижу. В тот момент, когда вы проходили с ней сеансы очистки. С чем был связан этот ежедневный прилет? Я вижу, что она, эта птица клюет в окно, а в окне вот этот символ цельнозора, этот портал. И вот я как будто бы у них в доме. Сергей находится сверху в комнате, а она внизу. Она в позе, как будто бы медитации, в позе лотоса оторвалась от пола, ну, в эфирном плане. Вот, вижу, как седьмая чакра покраснела, стала красной. То есть, агрессию приняла. Какие-то, ну, короче, занимается этими практиками. И что происходит в тот момент, когда птица не стучит в окно? Ну, я вижу, что у нее вот эти программы, это дух, которого она вызывала, этих помощников, этого всего. То есть, она разрушила свою энергосферу и буквально как будто бы тянет вот так в ее же пространство эту черную нить энергетическую и притягивает эту птицу. Так, а интересно, что это за птичка? Вот, эта птичка живая там ходит на подоконнике, а притягивает она вот эту, я слышу, империалистическую, имперскую, какую-то вот эту красную птицу. Почему имперскую? Почему имперскую птицу? Вот, я вижу, она просто, я вижу, вытягивает эту энергию. Вот Илья, он как Сталин сейчас предстоит, и она как будто бы вытаскивает такую красную энергию, как будто бы он вот так, этот Сталин, как матрешка по талии, вот так открыт, и она прямо изнутри, из его семейников, то есть вытаскивает эти энергии. Осчитывается, что она подключилась к его гениталиям, как-то вот так внутри, что она достала семя, семя зла, и это причиной вот этого горгона, так как она, это была горгоной, которую описывают, то на это именно и притянулась, потому что ей нужно было это проработать, отказаться до конца, но у нее вот этот фашизм внутренний, да, разделение людей по какому-то признаку, навязывание ярлыков, ну, сама она как притянула в ее пространство, ну, она сама как бы хочет этого, я вижу. Понятно, это ее выбор. Да, мы не вот это, ее идет, знаешь, как у нас говорят, «Страдаю, мучаюсь, но не каюсь». Отсоединись от нее. Да, соединяюсь. И найти в эфирном пространстве информацию, что есть ли такие случаи вообще, когда птица стучится в окно к покойнику, как считают по примете, «Прилетает ли кому-нибудь птица стучиться в окно, чтобы действительно появился покойник в доме?» Ну, это все по верованию. Если я вижу, что вот ты спросила какой-либо человек, то кто-то как будто бы ноги этой птицы открутил и эту птицу выбросил. Конечно, я слышу, что по вере человека дано, по его ожиданиям, по его воле. Если человек управляет своей жизнью сам, то, естественно, он не допустит, чтобы кто-то в его пространстве руководил его жизнью. Так, отсоединись от этой ситуации. Теперь найти в эфирном пространстве сеанс, в котором вы прорабатывали, где соседка использовала силу, энергии собаки. Да. И после того, как вы это все проработали, как бы эту собаку убили там далеко от дома. Что происходило в эфирном пространстве во время освобождения клиентки? Я вижу, что эта соседка, она на эту собачку перебросила карму. Вот, между прочим, у соседки тоже она обожгла всю руку и на следующий день пришла к нашей клиентке с завязанной рукой уже, ну, что-то просить. Ее так это мучило, что она уже никак не могла успокоиться. Вот, я хочу освободить эту... Я вижу, что снова у этой собачки появляется тоже вот этот такой, знаешь, как спираль, на которой она как марионетка прыгает. И подключка вот как этой птице к ножкам, то у этой собачки вот тоже как-то к тазу, к задней части ее. Я передаю информацию этой собачке, чтобы она освобождалась и отдавала карму этой женщине за ее вторжение. Вижу, что она отгрызает эту... Вот именно по талии идет, у собачки тоже по талии идет этот ободок. Вот, и оно считывается, как я такие петардочки, такая ленточка, а внутри такие, как петарды. Что это означает? Что это за петарды? Это замедленного действия, то есть это отстроченная карма. И я передаю этому псу, этой собачке, чтобы она отказывалась выполнять чужую карму и брать на нее чужую карму и пусть отдает этой ведьме за ее колдовство. И я вижу, как эта спираль стала вокруг, обмотала эту ведьму тоже, вот как у Лидии по талии, типа, где должна быть талия, вот там такой ободочек. Вот так у этой ведьмы тоже. А собака крылья получила, то есть она освободилась. Улетает, я передаю собаке, чтобы она возвращала все частицы ее души, освобождалась и продолжила эволюционный путь развития ее души божественной. Виктория, а считай, что это за ободок вокруг талии? Что это за энергия? А я слышу отречение от рода, от продолжения рода. И кому принадлежит эта энергия? Так, это уходит в эгрегор колдовства. Считывается эгрегор колдовства, магии и насилия. И как она появляется, как она появляется впервые у женщины этой, которая магичила соседки? Ну, ты хочешь, чтобы я ведьму рассматривала? А, я не хочу. Нет, все, отсоединись, хорошо. Найди момент сеанса, во время которого кошка была одержима. Да. Как выглядит эта кошка в эфирном пространстве? Что с ней происходит? Я вижу тоже там, где хвостик у нее. Вот вокруг хвостика такая спиралька и такая подключка клеечки к этому человеку, к бывшему мужу нашей клиентки, который типа пришел поливать цветочки свои, которые поставил в квартире бывшей жены. Я... Надо освободить кошку тоже, да? Да, да, тоже. Да, давай. Передай тебе информацию о освобождении, пусть тоже отдает все воздействия чужеродные, хозяю этой воздействия. Да, я захожу в тот момент, когда мы делаем сеанс, сеанс был оплачен, был заказан, и приказываю всем интерферентам этой кошечки, духам немедленно убраться с ее пространства. И она уходит, не умерла ли она? Вот она мяукнула мне, мордочку я ее увидела, и я ей передаю, что это ее личное пространство, и пусть она возвращает все частицы ее души и перестает. Вот она перегрызает, как пуповину, чтобы перестает выполнять программы злого человека, потому что от человека зависит эволюция души животного. и пусть прижалась, обнимает хозяйку свою. Да, а мне вот так. Хорошо, отсоединяйтесь к этой ситуации. Считай в эфирном пространстве, стоит ли обращать внимание на то, что птицы прилетают и стучат в окно. Я слышу, что... Вот идет ответ. Передавать привет. Так что... От кого? Что за привет они передают? А, я слышу, от демонов. От каких демонов они? Ну, вот я вижу это у Лидии, да, то есть это привет от демонов. Она же занималась там много лет эзотерикой, в доме принимала всяких колдунов, всяких этих... Чем она только не занималась. Вопрос, а к кому претензии? Вот, привет от демонов, да, то есть человек, если, вот я вижу конкретно, она не хочет признать свою ответственность и свою вину, то есть это не вина, а ответственность, да, то это... Привет! Мы вас видим, будем с вами. Вот так вот. Привет от демонов. Потому что Лидия, она не хотела работать над собой, признать свои ошибки, ей виноваты были все, то есть типичный жертвяк. И это работает одинаково. Я вижу у моей мамы, хоть моя мама была очень хорошим человеком, никогда ничем занималась, но в ней были очень много этих программ жертвы. И она вот боялась этих пример разных. Это сыграло плохую шутку, она рано очень умерла. Виктория, считай информацию, что нужно делать человеку, на что обратить внимание, когда птица прилетает, стучит в окно. Что ему нужно делать? Какую-то работу над собой. Что-то найти в себе надо. Какие-то программы. Ну, я слышу, да. Вижу, человек должен наполняться света, взять ответственность за свою судьбу. Искать причины, понять происходящее. Не ко всем же прилетают. А кому прилетают, Виктория? Чем эти люди отличаются от других? Ну, ничем не отличаются. Я вижу, что, я слышу, позволяют, появляются эти красные энергии. Буквально считывается, позволяют себя удушить. И вижу вот лидию, которая зависла в этом медитационном каком-то экстазе. Вот она так в эфирном пространстве и висит там. Полностью отдалась этому Илье. И вот эти демоны сделают с ней все, что хотят. Птиц посылают, все такое. Когда птица прилетает, стучится в окно, это всегда привет от демонов? Да. Я вижу, как птица постучала. И вот красная птица постучала, и крылом показывает, а вдалеке идет черный силуэт. То есть это можно расценить как предупреждение, то есть матрица так проявляется. А что это предупреждение? Ну, это предупреждение. Ну, смотри, человек, когда начинает, это так можно объяснить. Сейчас я вижу, сейчас хочу это объяснить. Ну, например, когда человек начинает болеть, он же понимает, что это с чем-то связано. Если он думает и говорит, что это кто-то виноват, то он никогда не справится с этой болезнью, потому что он не найдет причины. Когда человек говорит, что кто-то виноват, значит, он признается, расписывается в своем бессилии, вот отдается свою волю другим и таким образом становится открытым источником энергии для вампиров. То есть он жертва, он признал себя жертвой. Все. Роль... Я не знаю, как. Ко мне никогда птица никакая не прилетала, не стучала, чтобы я сейчас могла рассмотреть такой случай. А найти в эфирном пространстве еще какой-нибудь случай, другой, не с Лидией связанный, когда прилетала птица и после этого прилета в доме все-таки кто-то умирал. Эта смерть как-то связана с прилетом птицы или птица как-то чувствовала я слышу послание к смерти. И я вижу, что это связано с тем человеком, который умер. Он принял смерть. Потому что смерть – это наказание за преступление. Когда человек приступил к онной жизни, он начал умирать. И согласиться... Вот согласившись со смертью, человек как бы подписывает контракт, разрешающий управлять его жизнью и умирать. Я слышу, человек потерял контроль над собой. Правильно я понимаю, что даже если птица прилетела, постучалась в окно, и человек отказывается принимать это, как то, что в доме должен быть покойник. Нет, наоборот. Наоборот. Смотри. Ну, это тоже, смотри, какой вопрос. Есть ли в доме пять человек? Пять человек. Один кто-то решил умереть. Какое отношение это имеет к другим людям? Ну, посредственность, не конкретно. Просто я вижу этого человека, который разрешил себе умер, умереть. Я слышу, что умер от незнания. От незнания. Люди перестанут умирать тогда, когда осознают, что смерть – это заплата. И смертью можно также отказаться от нее, точно так же, как мы можем отказаться от какого-то блюда в ресторане. и что-то выбрать другое. То есть выбрать жизнь. Я понимаю, что эти приметы птицы – это просто игра мира, демонов, как бы с человеком. Примет, не примет, согласится, на смерть не согласится. Да, ну, человек принял решение не в один момент, не тогда, когда он умирает. На протяжении жизни это формируется сознание. Оно так и звучит, как сознание смерти. Я слышу, что таким образом человек отдает энергию упыря. Откуда пошла эта примета? Кто ее основополагатель? Зачем она? Ну, это фиксация, я слышу. Для того, чтобы фиксировать, это как тайные знания считывается, фиксировать мысли человека на вот этом негативе. Формирование сознания, искаженного сознания. Оно похоже на кактус, на котором вот паутина вот такая. Зеленый кактус вижу. В секторе магии есть такие кактусы, у которых вот такая паутина там вместо цветочков. Так и звучит сейчас. Запутать сознание, отвлечь от реальности. Потому что реальность – это факты, это истина. Истина подтверждается фактами. Факты говорят о том, что только человек может решать, как ему жить. Примеры тех людей, которые… Вот даже тот, который я говорила, Джо Диспенза, которому даже операцию не хотели делать после аварии, говорили, ну, будешь там думающей головой, потому что тело не работает. Отказались от операции, слава небесам, как говорится, потому что они испортили его. А он силой своей мысли и визуализации через 9 месяцев пошел. И сейчас абсолютно здоровый, молодой мужчина. Правильно я понимаю, что человеку с сильной болей эти приметы не страшны. Сколько птиц к нему не прилетало, не стучалось, никакого негативного воздействия на него это не несет. Конечно, да. Ты права. И я увидела тот сеанс с этой собачкой. То есть вот эта собачка, которая поддалась, она символизирует тех людей, которые служат в руках колдунов, этими предателями рода человеческого и вредят другим людям, так как эта собака карму понесла, да, потому что позволила. Вот так я вижу, как эта птица сдохла, умерла, потому что выполняла вот эту, я слышу так, фиксацию, фикцию, то есть запутывание, запугивание людей. И те люди, которые вот сами погружены в эти, ну, глупости, оно таки считывается, глупость, это большая глупость на эти все приметы полагаться. То есть они самые глупые и других людей глупыми делают и становятся ответственными. То есть они таким образом перебирают карму, которую заслуживают эти демоны, которые спровоцировали смерть человека, которые спровоцировали всю эту систему вещей, устроенную на этих нелепостях. Это же нелепость, глупость такая, да? А люди в этом мире, то есть создают таким образом своим мышлением вот эти, я слышу, казуальные искажения, то есть распространяют и способствуют распространению в чистом сознании Вселенной вот этой запутанности, Вавилон вот этот, неразбериха. Да, интересно. Всё по воле человека. Да, абсолютно. То есть тот, который берёт полную ответственность за свою жизнь, на него никакие приметы не действуют. Конечно, понятно. Да, правильно. Отсоединяйся от этой ситуации. Ситуации. Да. Давай, отсоединяйся от всех от всего, поднимаемся в самый верх, проверяй своё пространство, убирайся от чужеродной энергии, закрывайся порталом, наполняемся светлой энергией, любви, гармонии, достатка, молодости, красоты, здоровья. Да. Я посчитаю от одного до трёх, и ты вернёшься в физическое пространство, с которым я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. Один, два, три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА